Тема презентахи WebRTC. Что это такое? Зачем оно надо? Почему вообще его решили сделать? В общем, поехали. Рассмотрим, собственно, зачем и что такое WebRTC. Посмотрим на Connection Types, вернее, даже не Connection Types, а Connection Server Types, которые юзаются при использовании WebRTC. Рассмотрим основные опихи. Я покажу небольшое демо, на коленке написанное, и потом можно будет задавать вопросы. И если я смогу на них ответить, то замечательно. Если нет, ну, соряните. Да, что такое WebRTC? WebRTC – это технология, которая позволяет совершать peer-to-peer connection в реал-тайме через обычные веб-браузеры. Идея появилась, по-моему, у Google еще в 2011 году. Тогда первые весточки полетели про WebRTC. Это Open Source проект. Кстати, по-моему, недавно, в конце 2017 года он вышел в 1.0 версию. Они сделали за все эти, сколько получается, 6 лет. Они ориентировались сначала на веб-браузеры, но от пользователей пришло очень много просьб по поводу портирования этой технологии на Android и iOS. В общем, сейчас идет поддержка всех браузеров. И плюс можно юзать это все в Android и iOS аппликухах. В общем, весь прикол в чем? Прикол в том, что вы можете сидеть с любого браузера, серфить интернет и совершать звонки, видеоконференции через WebRTC. При этом совершенно не важно, какой браузер будет на той стороне у получателя, скажем так. Раньше для этого всего использовались разные технологии. То есть, самое известное это Flash. На Flash есть куча всяких видео-чатиков. Но прикол в том, что когда мы подключаемся по Flash, там нет как такового peer-to-peer. Там мы юзаем сервер и весь трафик идет через определенный сервер. Для WebRTC нам ничего не надо, типа Java, Flash и остальных технологий. Плюс, когда мы работаем с WebRTC, мы соединяемся именно peer-to-peer. У нас сервер юзается только как какой-то сигнальный, либо же, ну, это связующий элемент между двумя peer-to-peer. Да, собственно, про сервера и их типы. Если, как в школе физики, задача в идеальных условиях, да, без сопротивления воздуха и всего такого, есть сигнальные сервера. То есть, это один peer находится в публичной сети, и второй peer находится в публичной сети. Мы, кстати, сейчас посмотрим. И они отправляют какие-то офферы, сигналы на сервер. Он их обрабатывает, отправляет всем остальным peer-to-peer, которые к нему подключились. То есть, если два peer-to-peer хотят соединиться друг с другом, сервер просто кидает им инфу друг о друге, и они уже соединяются непосредственно peer-to-peer, без использования сервера. То есть, сервер как связующее такое звено, только чтобы нашли друг друга в сети. Но это идеальные условия. В основном мы все живем в мире, в котором есть такая штука, как NAT. Что такое NAT? Это Network Address Translator, по-моему. То есть, грубо говоря, если у вас дома есть интернет, который вы раздаете по Wi-Fi, у вас где-то стоит роутер, и роутер имеет какой-то внешний IP-адрес, а внутри сети он все IP-адреса раскидывает типа внутренние. И для того, чтобы произвести такое соединение, нужно узнать внешний IP-адрес peer-to-peer и найти его еще во внутренней сети. Для этого используется стан сервера. То есть, стан сервера определяет, где ты сидишь, в какой сети. То есть, если, допустим, один peer у нас в публичной сети, он сразу виден, он пытается позвонить или видеоколл сделать другому, ему надо пробиться через вот этот NAT. NAT – это firewall, тот же роутер под сеть. Он отправляет запрос на стан сервер. Стан сервер смотрит, есть ли у него в списке этот ресивер и отдает peer-to-peer информацию про NAT-ресивера и про внутренний адрес ресивера. Но есть такая штука, по-моему, она называется симметричный NAT. Симметричный NAT – это когда для того, чтобы открыть соединение через NAT, надо получить approve от peer-to-peer, который находится внутри сети. Для этого используется turn-сервер. turn-сервер, ну, это, грубо говоря, прокси-сервер. То есть, он весь трафик проксирует от одного пира через стан определяется, опять же, его IP-шка, и этот проксированный трафик уже приходит другому пиру, обходя вот этот вот симметричный NAT. Собственно, это типы соединения. Почему мы о них говорили, сейчас я объясню. Потому что у WebRTC есть опихи, и если вы обратите внимание, RTC Peer Connection, я чуть позже о нем подробнее расскажу, это основная опиха, и вот эта вот основная опиха в себе содержит все вот эти вот обращения к стану, к терну, то есть все, что вам нужно для того, чтобы пробиться через NAT. Итак, первая опиха – это Get User Media. Это самое простое, наверное, что есть в WebRTC. Вы просто у навигатора вызываете User Media и передаете туда объект Constraint. То есть, там очень большой, на самом деле, набор параметров идет, но у меня в примере простые – это Audio True и Video True. То есть, вы хотите передавать стрим своего аудио и стрим своего видео. Потом идет коллбек на ивент, когда вы получаете стрим от самого WebRTC и error, если вдруг что-то пошло не так. Да, и когда вы вызываете эту функцию, у вас браузер сразу говорит, хотите, я буду использовать ваш микрофон и камеру. Кстати, есть одна штука важная. Вот эта вот Get User Media API, она не работает с HTTP-подключениями, потому что считается не секьюрным. Поэтому либо надо брать сертификат и юзать защищенное подключение, либо же там есть куча обходных путей для того, чтобы это все тестить. Ну и для локал-тестинга, локал-хост считается секьюрным при использовании Get User Media. Да. И вот теперь самое интересное – RTC Peer Connection. Это вот этот здоровый класс, на котором, собственно, весь RTC, WebRTC держится. Что он делает? Он содержит информацию о пире. То есть, грубо говоря, у каждого пира есть какой-то description. Для того, чтобы соединиться, надо, чтобы оба пира знали оба description. То есть, свой и description того, к кому они хотят подсоединиться. Или несколько description того, к кому они хотят подсоединиться. В общем, в нем зашиты все видеокодеки, все транспортные какие-то штуки, такие как то, что я говорил, стан-терн-обращение к серверам. Ну, кроме самих серверов, конечно же. То есть, это такая здоровая, универсальная штука. Но я, на самом деле, мы же рассматриваем бейсики. На самом деле, не углублялся сильно в пир-коннекшн и юзал его только для того, чтобы соединить двух пиров. Да. Как оно все работает? На самом деле, очень просто. Есть у нас два компа, которые хотят друг с другом поговорить, допустим. Первый комп создает local description свой и отправляет оффер на сервер. Тут показано на комп, но он идет, на самом деле, на сервер, на сигнальный. Второй комп получает от сервера сразу же, сервер отправляет всем машинам, которые к нему подключены, так сказать, оффер. Он получает этот оффер и создает свой description, отправляет на этот оффер ответ. Когда первый компьютер, который высылал оффер, получает этот ответ, он сетает description, который содержится в ответе, в себе как remote description. И потом они просто шарят стримы друг с другом. Вот такая вот штука. И последняя фишечка WebRTC – это RTC Data Channel. В чем прикол, собственно, Data Channel? Это тоже часть RTC Peer Connection. То есть, если мы просто обмениваемся аудио или видео, мы юзаем addStream функцию, которая просто нам в description добавляет стрим с видео или с аудио. А если мы хотим юзать RTC Data Channel, нам надо просто создать, то есть там есть метод createDataChannel, который просто создает, грубо говоря, то же самое, не соединение, а тот же самый стрим, только по нему можно шарить дату. У него немного больше ивентов, которые можно слушать. У него есть методы, которые помогут вам как-то с этой датой оперировать. И, собственно, для чего его можно юзать, кроме файл-трансфера обычного. Это всякие онлайн-игрушки, если вы вдруг хотите в браузере что-то написать, текстовые чаты. Кстати, можно найти в интернете кучу примеров самых простых текстовых чатах с использованием RTC Data Channel. То есть, штука очень мощная. Кстати, если говорить о скайпе, который раньше работал типа peer-to-peer, но только десктопная версия, то веб-версия скайпа сейчас работает на веб-RTC. Вот так вот. Это такой яркий пример. Ну и в конце я бы хотел показать демо небольшое. У меня тут где-то есть... Это я такой, да, красивый сижу. Это то приложенько, о котором я говорил. И оно же у меня есть на ноуте открытое. Собственно, что мы делаем? Мы жмем call, то есть создаем local description и создаем offer. Мы сделали call, у нас сразу же ответ на offer пришел. Вот он я тут на ноуте, он может немного подтупливать. Но когда-то он раздуплится, потому что ноут подключен через Wi-Fi. В общем, как-то так оно работает. Сейчас оно что-то не хочет стримить. Можно это все апдейтнуть. Позвонить с ноута. Да, кстати, он... Вот вы слышите, он и звук шарит, и видео шарит. Да, вот такое вот небольшое демо. Собственно, само демо написано с помощью простого обычного сигнального сервера, который сокетом триггерит события на UI, а те уже эти события обрабатывают и какую-то дату оттуда берут. В общем, это все. Если вдруг есть какие-нибудь вопросы... Есть вопросы. Привет. Привет. Смотри. Такой первый вопрос, более простой. Можно ли RTC юзать для своих кастомных TCP соединений? Ну, в принципе, ты там за чат говорил, я думаю, что можно, да? Конечно. Ну, если есть свой какой-то сервак, то можно спокойно юзать под него веб-рTC. То есть... Окей, я понял. Но меня больше интересует другой вопрос. Смотри, вот ты говорил, что там всегда есть сервер между ними, который, по сути, их соединяет. Правильно? Ну, он не соединяет. Соединяются они именно peer-to-peer, но он именно передает данные там. Способствует. Да, да. И вот по поводу этого сервера. Кто этот сервер в сети поднимает? И кто его пишет? Или они какие-то готовые есть? Они, смотри, есть стан сервера. Они есть готовые у гугла. Можно у гугла их взять. Потом в инетике, по-моему, есть куча примеров, как можно свой стан сервер написать. По поводу тернов, так как это типа прокси-сервер идет, то они тоже есть в инете, но они платные, потому что, ну, как все обычные прокси-сервера. На самом деле, скрытый вопрос в том, могу ли я вообще без сервера это сделать. То есть, вот у меня есть два браузера, они находятся, например, первый вариант. Два на разных машинах локальной сети, или это два браузера двух машин в разных сетях. Можно ли без сервера? Физически я не пишу никакой сервер. Я хочу JavaScript на одной стороне, JavaScript на другой стороне. Могу ли я соединить браузер? На самом деле, я не пробовал так сделать, но мне кажется, что невозможно это все провернуть, потому что без сервера, ну, во-первых, как бы одна точка входа должна быть. Это как бы веб-технология, поэтому все работает из-под сайта, или там, допустим, из, ну, я не знаю, да, из-под сайта. И получается, точка доступа на сайт, когда ты заходишь, вот это вот как бы и есть точка доступа на сервер. И то есть, я не думаю, что можно поднять, ну, вот как у меня сейчас работает, у меня работает на localhost сервак нодовский, там крутится, и я коннектчусь к самому серваку и делаю оффер именно на сервере. И то есть, сервер мне потом на второй, ну, на второй экземпляр страницы кидает этот оффер. Что я сокетами это делал, что не нашел, как сделать. Я думал, может. Окей, я понял, спасибо. Угу. Насколько я понимаю, только веб-сокетами можно таки сделать, а веб-ртц без сервера не работает. Я правильно понимаю? Да, да. Ну, я посмотрел, в основном пытаются все поднять на веб-сокетах. Но, опять же, там куча проблем с этим вылазит, типа, когда веб-ртц стрим заканчивается, веб-сокеты продолжают существовать, поэтому надо как бы углубленно в эту штуку смотреть. Я, к сожалению, не заглядывал еще туда. А если у меня, допустим, провайдер не дает мне, в принципе, входного коннекта, то как этот пи-р-ту-пи-р будет работать? Он, в самом деле, будет работать? Ну, через, я так понимаю, через терн, через прокси должен работать. Я это все тестировал в условиях типа публичной сети и сильно с эстанами и сторонами еще не работал. Тобто, цей сервер, который дает коннект, он в тебе лежит в середине, в твоей мереже, а не на зоне, да? Да, да. То есть, если, например, я попробую на софт-сервис коннектиться на соседний компьютер, то той гугловый сервер, он мне ничего розумного не вернет. Так, я понимаю? Что он, я просто, разъединяет? Смотря какая сетка, какой фаервол стоит у нашего сервера. То есть, я так понимаю, у меня на проекте в подсеть нельзя просто так взять и залезть, поэтому нужно именно через терн-сервер, чтобы он эти все данные через прокси-сервера прогонял, коннектиться. Обычный стан, который покажет твой адрес, ну, твой внешний адрес сети и внутренний он, я так понимаю, не найдет, потому что его просто не пустят внутрь. Ясно. Есть еще вопросы? Ну, а чисто по API, вот насколько это проще, чем те же WebSocket? Потому что WebSocket как со стороны UI, так и со стороны сервера относительно простая штука. Ну, вот я именно пытался поднимать этот маленький чат и в принципе по UI там совсем ничего сложного, главное разобраться с RTC Peer Connection, почитать документаху там в принципе по всем, ну, там, как они говорят, это самый простой чейн из промисов, он, по-моему, состоит из пяти зенов, ты просто создаешь и отправляешь вот эти вот офферы и потом получаешь их, то есть ничего сложного. Окей.